Всем привет! Добрались мы до настройки DNS, тема 109.4. Мы с вами уже разбирали настройку DNS в предыдущих подтемах 109. Сейчас пробежимся по основным моментам еще раз, потому что LPI выделили в отдельную 109.4 подтемку этот вопрос. Значит, мы должны с вами разобраться с тем, как опрашивать DNS сервера, как настраивать клиентскую часть DNS сервера и искать информацию DNS. Тут подчеркивается то, что именно клиентскую часть, потому что мы настраиваем с вами не DNS сервер, а DNS клиент. Значит, есть такой протокол DNS, он предназначен для того, чтобы понимать по IP-адресам имена, а по именам IP-адреса, потому что мы с вами используем человеческий язык, нам проще обращаться к сайтам по их названию, по имени, компьютерам проще обращаться к ним через нолики-единички в частности, вообще через IP-адреса. Нам удобнее запомнить сайт Яндекс.Ру, чем его IP-шник, поэтому нам нужен DNS сервер, который будет превращать Яндекс.Ру в IP-шник и отправлять нас туда. У меня на картинке здесь сейчас, на слайде схемка того, как работает DNS-запрос в случае с Windows. С Linux практически то же самое, только на Linux-клиентах чаще всего отсутствует кэш DNS на уровне операционной системы. То есть в Windows у нас, когда есть необходимость разрешить какое-то имя, будь то там комп 3 или тот же самый Яндекс.Ру, сначала ищет информацию об IP-адресах в файлике своем хостс, Linux делает то же самое, затем клиент смотрит в кэш DNS, если в кэше DNS находится информация уже об этой муине, то есть если недавно у нас кто-то заходил на сайт Яндекс.Ру с этого компьютера, то в кэше есть информация об IP-шнике Яндекса. В Linux у нас такого кэша чаще всего нету, в Ubuntu нету точно. Затем, если нет информации ни в файлике хостс, ни в кэше, мы отправляемся в DNS-серверу. И у DNS-сервера тоже есть своя база данных, есть свой кэш, и если нет информации, он пересылает запрос дальше. Ну, все в случае DNS немножко сложнее, там есть несколько видов запросов, несколько видов обращений, различные зоны DNS. Суть в том, что DNS расшифровывает у нас это Domain Naming System, рассказывает нам, какое имя имеет какой IP-шник, и наоборот. Глубже нам в эту картинку пролезать не нужно на данном этапе, когда-нибудь доберемся до сертификации Microsoft Windows. Вот сейчас 2016 сервер, они нам выпустят и сертификацию по нему, и если я буду еще обладать свободным временем, я по нему тоже запишу все-таки уроки, так как я препод все-таки Windows прежде всего. Итак, вот она наша Ubuntu, уже ставшая родной. Мы с вами говорили о том, что у нас есть файлик сами etc-name-service-switch, в котором находится информация о конфигурации различных баз данных. И мы с вами в частности рассматривали базу данных хостов. Так как мы сейчас говорим о DNS, о том, как у нас расшифровываются имена хостов, а IP-адреса хостов, нас интересует эта строчка. Мы с вами ее рассматривали. Сначала у нас происходит поиск информации в файлах, затем у нас проверяется зона local на базе mdns4 с опцией возврата, если ничего не найдено, и затем уже у нас происходит поиск информации в DNS-серверах, которые у нас должны быть где-то указаны. То есть, если мы вдруг по какой-то причине хотим сразу обращаться в DNS, нам нужно отредактировать эту строчку так, чтобы у нас сначала был DNS, а потом files. Вот это все можем, например, вообще стереть. То есть, именно вот здесь указывается порядок поиска информации. Мы об этом уже говорили. Теперь посмотрим на вот эти самые files. В данном случае у нас речь идет об одном файле. В стандартной ситуации этот наш файл etc-hosts. И в этом файле hosts у нас есть петлевые адресы, а именно 127.001, который указывает на наш localhost, на наш локальный host. И еще один петлевой адрес, который, в принципе, делает все то же самое, он указывает на имя нашей машины. Во многих дистрибутивах вот этого второго адреса нету. Это особенность, насколько я помню, дебионовского дистрибутива, который помогает обойти какие-то баги с настройкой дополнительных пакетов. Там Gnome, по-моему, глючит без вот этого и записи. И еще некоторое программное обеспечение. Далее у нас, опять же, здесь есть информация для IP версии 6. Мы о ней немножко говорили, напомню. То, что вот этот адрес, все 0 и 1, это стандартная петля IP версии 6. Адрес FE000, насколько я помню, мы с вами рассматривали IP протокол версии 6. Вот этот адрес, он зарезервирован для каких-то будущих исследований, как класс сетей E. Но здесь он у нас подчеркнут как локальная сеть IP версии 6. Я, на самом деле, много про это читал. Если у нас есть сетевики, пусть они мне подскажут снова, что это за адрес. Зачем он нам здесь? Я потому что знаю то, что мы используем тут только вот эти вот два адреса. Вот этот адрес FE00IP версии 6, он у нас, насколько я знаю, не задействуется. Дальше у нас идут три одинаковых адреса, которые начинаются с FFFF. FF это у нас, я напомню, первые 8 бит, поставленные в единичку. То есть 8 подряд единичек дают нам две буковки F. Говорят о том, что это у нас адрес multicast. То есть это адрес в целом группы интерфейсов нашего хоста. Все вот эти вот три адреса. Далее у нас стоит циферка 0 в каждом из этих адресов. Эта циферка 0 говорит о том, что у нас это зарезервированные мультикаст адреса под определенные задачи. И следующие 4 бита, вот они у нас в данном случае 0, а здесь двоечки. Говорят о том, что если 0, то это у нас опять же адрес зарезервирован и не используется. В данном случае он говорит о том, что у нас используется сеть вот этот вот FF00, все нули, мультикаст префикс. А адреса FF02.1 это все узлы в нашей сети IP версии 6. То есть это широковещательный адрес сети. А этот адрес FF02.2 это адрес всех маршрутизаторов в нашей сети. Как вы видите, у нас здесь не указан наш IP адрес. То есть в стандартном Linux у нас обычно здесь появляется наш адрес. У нас с вами есть адрес, если мы заведем и в конфиг, мы увидим то, что да, я получил IPшник 10.0.1.2. И в стандартных дистрибутивах в файле etc.hosts вот здесь бы тоже добавилась бы обычная информация. То, что у нас есть IP адрес 10.0.1.2 и так далее. Но в данном случае у нас есть в Ubuntu Network Manager, который берет на себя огромное количество функционала. Но даже и в серверной версии Windows у нас вот здесь вот адрес сам не появляется. И в ряде случаев с какими-то пакетами, которые не умеют искать IP адрес в других файлах, нам приходится здесь вручную дописывать адрес нашей сети, нашего узла. В частности, сейчас мы можем сказать то, что, например, какой-нибудь адрес 10.0.1.25 это адрес Яндекс. Например, давайте Яндекс.Ру я вот так вот скажу. И сохраню изменения. Теперь, если я попробую пинговать Яндекс.Ру, пинг у меня, видите, будет пытаться отправиться на 10.0.1.25. То есть в данном случае у меня сработал файл ЕТЦ.Хостс, и когда начало расшифровываться имя Яндекс, в первую очередь у меня начала искаться информация о файле ЕТЦ.Хостс. Там у меня есть информация о том, что Яндекс это у нас адрес 10.0.1.25, и поэтому он вот пробует его пинговать. То есть если вам вдруг нужно сделать какие-то такие жесткие указания IP адресов для каких-то узлов, на этом, в принципе, чаще всего основано действие каких-нибудь кряков и активаторов, то вы указываете в файле ЕТЦ.Хостс соответствующую запись. При этом, как бы, если мы будем выполнять команду хост или дик, у меня все равно о Яндексе будет получаться корректная информация, потому что информация будет запрашиваться у DNS серверов. Команда хостс, напомню, она у нас ищет информацию DNS и говорит то, что у нас Яндекс.Ру расположен на вот этих вот серверах. И даже есть IP версии 6 адрес. Кстати, можно при помощи команды хостс, опять же, обращаться к DNS серверам и указывать обратный запрос. То есть мы сейчас с вами смотрели запись вида А, которая говорит об IP адресах соответствующих имени, а можно сказать обратную сторону. Например, запросить имя вот этого IPшника. Это гугловский DNS сервер. И поэтому нам возвращается запись вида Pointer, указатель, о том, что IPшник 888 ведет на вот такой вот Google Public DNS о Google.com. Мы можем воспользоваться с вами еще и командой DIG. Мы ее буквально в прошлый раз проходили. Она делает, в принципе, то же самое. Можем сказать там DIG Яндекс.Ру, например. И в данном случае мы получаем информацию о Яндексе у нашего локального настроенного сейчас DNS сервера. Я сейчас покажу, где это сделано. Ну, то есть у меня есть настройки DNS. Ну, например, давайте мы их посмотрим по-красивому вот здесь вот в сведении о соединении. Мы видим то, что у меня есть вот этот вот DNS сервер 10.0.0.1. Я сейчас обратился к нему с запросом о Яндексе. Мой вот этот 10.0.1 маршрутизатор, он обратился к маршрутизатору моего провайдера. Маршрутизатор провайдера перекинул запрос на свои DNS и так далее, далее, далее. Мы получили информацию о имени Яндекс.Ру, скорее всего, от DNS сервера моего провайдера. Мы можем запросить информацию с другого сервера. Например, мы можем сказать, получи мне информацию с сервера. Давайте с того же самого Гугла 888, то есть собаку указали айпишник DNS сервера, и получи у него информацию о Яндексе, Яндекс.Ру. И я получаю, в принципе, все то же самое, потому что информация о Яндексе, о бузле Яндекс.Ру в интернете, она справедлива везде. Но теперь у меня информация получена уже с сервера Google. К слову, если к Google обратиться, к гугловскому DNS с разрешением имени Google.com, там будет тоже, наверное, побольше информации. Да, здесь уже вводно, сколько у меня узлов. И показано, какой сервер мне ответил. Видите, здесь мне отвечал сервер 888, здесь мне отвечал сервер 888. А здесь, когда я не указывал конкретно, к какому серверу обращаться, у меня отвечал мой локальный резолвер, так скажем. То есть у меня здесь работает мой резолвер, мой Network Manager, и поэтому у меня якобы есть мой локальный DNS сервер 127.0.1, потому что... В смысле 0.1.1, потому что у меня Debian запускает здесь псевдо-DNS сервер такой. Мы так глубоко с вами, опять же, не забираемся, но запускает. За вот это вот локальное разрешение имен у нас отвечает как раз-таки DNS Mask. Мы с вами уже смотрели файл Network Manager.conf, когда пытались ему запретить управлять нашими сетевыми соединениями. Ну и вот здесь вот указано, что у нас используется DNS Mask. Именно поэтому у меня якобы есть локальный DNS сервер, который это все решает. Я вам брошу ссылку на DNS Mask, почитайте. Я вам, кстати, периодически говорю, что я брошу ссылку, потом забываю бросать, а вы мне не говорите. Так что вы мне напоминаете, если я вдруг забываю. Ну и последнее, о чем нам нужно поговорить, это резолвер. Это специальный такой фреймор, который умеет управлять несколькими конфигурациями DNS. Он собирает у нас информацию отовсюду. Из файлов локальных, из настроек определенных демонов, из DHCP сервера, из подключенных VPN туннелей и так далее. Когда он получает всю эту информацию, он у нас сформирует файл resolve.conf, который мы тоже с вами видели. Вот этот файл. И здесь у меня опять же написано, что у меня есть локальный сервер 127.0.1.1, и это как раз и есть наша DNS Mask. Опять же, тут указано то, что не нужно файл etc.resolve.conf вручную редактировать, потому что все все равно изменения будут перезаписаны при помощи самого резолвера. Я вам уже говорил то, что если мы вдруг захотим все-таки полезть куда-то руками, мы можем полезть с вами в директорию resolve.conf, resolve.conf.d. И здесь есть у нас файлы base и head. Собственно, в базе и в head мы можем дописывать информацию, которая у нас будет появляться внутри этого файла etc.resolve.conf. То есть, видите, в файле etc.resolve.conf вот эти верхние две строчки были взяты из файла head. Вот они. Соответственно, вот это уже резолвер дописал, исходя из конфигурации Network Manager. В серверной винде у нас бы вот этой записи не было. У нас был бы сразу указан наш корректный DNS сервер, который был получен мною по DHCP или указан вручную. То есть, в серверной винде мы бы просто отредактировали этот файл и написали бы ниже name server, пробел и какой-нибудь DNS сервер, который мы хотим с вами указать. Здесь же мы это делаем через графику или если нам очень нужно, мы залезаем в файл head или в файл base и в нем дописываем name сервера. Последнее, о чем следует поговорить в этом немножечко запутанном занятии, которое сильно усложняется тем, что у нас DNS в современных дистрибутивах не слишком прозрачно управляется, это команда getend. Даже не команда, это у нас утилита getend, getentries, получить записи, которая умеет обращаться к куче баз данных. Она работает совсем с паролями, с группами, с хостами, с различными демонами. Мы сейчас говорим о ней только в рамках DNS сервера. Например, мы можем ей сказать, получи информацию о хостах, getend hosts. И она просматривает наш файл etc hosts и берет из него записи. Она полезна тем, что мы можем посмотреть через нее, как у нас корректно разрешаются имена в нашей системе. То есть у нас может быть указан DNS хорошо, у нас могут быть указаны файли etc hosts, все необходимые записи, но что-то не работает. И именно команда getend покажет, как она видит хосты. То есть если вдруг вы пытаетесь зайти на сайт, я не знаю, рамблера, и вы выходите куда-то в совершенно другое место, вы можете на локальной машине посмотреть getend, что у вас происходит, почему куда-то не туда идет информация. Но чаще всего, конечно, тут нужно прокси-сервер смотреть. Далее мы можем через getend посмотреть информацию не только в локальной базе данных, то есть getend у нас посмотрит в локальной базе данных, но может посмотреть и на DNS. И можем сказать getend hosts и посмотреть информацию, например, о сайте института МТИ. И он говорит то, что да, есть действительно МТИ дуру, запись такая, есть у нее вот такой вот айпишник. Можем посмотреть что-нибудь поинтереснее. Getend hosts, например, Google.com. И тут, скорее всего, будет айпи версии 6 адрес, да, потому что крупные у нас компании уже давным-давно в интернете перешли по умолчанию на айпи версии 6. А давайте посмотрим Яндекс. Правда, у меня сейчас Яндекс может выдаст мой локальный адрес? Нет, Яндекс тоже вам обратился к DNS и сказал то, что вот тоже у Яндекса есть свой публичный айпи версии 6 адрес. Вроде бы тема короткая, ролик получился длинный. Надеюсь, вы его осилите. В принципе, ничего нового я вам особенно здесь не сказал, но вы теперь владеете информацией о том, как обращаться к DNS серверам и как настраивать клиентскую часть DNS.